всем привет я Евгений Матвеев и это мастерская питстоп majesty 250 сегодня у нас будет на ремонте и такие проблемы как уставшая поршневая группа не работающая приборная доска не настроенный вариатор и еще возможно целая куча всего интересного в общем по классике жанра сегодня мы сделаем замер до и после ну что господа мы готовы к замеру посмотрим что из этого все выйдет техника отчаянно не желает держать обороты я вам скажу что замер будет у нас очень печальный но я вам скажу что очень и очень слабо для 250 к 116 километров в час потому что ну к примеру та же forza 250 так про который был обзор однажды она где-то около 130 въехала ехала по трассе то есть она могла теоретически и 140 километров нас выдать ну что давайте поглядим сравним с чем-нибудь итак давайте сходим в анализ ууууу совсем дела плохи представьте себе 250 кубиков а вариатор реализует мощность можно сказать просто никак ой боже когда же я себя заставлю сделать датчик оборотов двигателя вот тогда бы мы точно увидели Что, где, как и когда происходит Было бы очень интересно Но пока у нас нет данных Мы будем равняться к тому, чему есть Как видите, вариатор никак Не реализует мощность двигателя 6 лошадей, 13 ньютон метров Крутящего момента И это еще крутящий момент С самого начала оборотов То есть, грубо говоря, в момент, когда он трогается То есть, все плохо Ролики стоят тяжелые Будем с этим сейчас бороться И еще плюс ко всему Возможно, придется все-таки ремонтировать Капитально двигатель, потому что есть Нарекания на то, что двигатель ест масло Ну что, давайте Ради интереса с чем-нибудь сравним Вот у нас есть данные той самой Дио Которая у нас С семидесяточкой была Ух! Ух! Дио-то, елки-палки, валит Как бы, на секундочку 6,8 коней И 20 ньютон метров крутящего То есть, ну, в частности У нас пунктиром обозначены кривые Дио Той самой Ссылки будут в описании И, возможно, сейчас на экране И, в общем-то, вот такая вот грустная-грустная кривая Ну и совсем ради посмеяться Давайте переклеим к этому графику Нашего бешеного зеленого Рокса Ух! Какие кривые страшные Вы представляете, да, разницу? Даже на графике ощущается разница Если вообще все цифры сейчас убрать с экрана Становится ясно Насколько все печально у нас С нашим пациентом сегодняшним То есть, вот это вот у нас Аэрекс 24 лошади мощности И 61 крутящего Он тут у нас чуть не убежал с диностенда В общем, здесь все плохо Поэтому оно все и дребезжало Здесь Здесь вроде как еще живое Но на грани Вот уже лопнуло И у нас тут даже крепеж неродной Здесь, здесь Вот это родной Опять неродной Опять неродной Опять неродной Лобовину снимать отдельно, да, наверное? Я думаю, да Так, что-то у нас здесь висело на хомутике На таком хорошем, добротном Смотрите Вот почему у нас здесь все упало В общем Ну, видите, какие хлипкие крепления То есть, здесь, скорее всего Судя по всему Были защелки Которые, конечно же Канули в лету Не мудрено Потому что я вам скажу Что приборная доска такая Довольно-таки штука увесистая И вполне могло Либо от тряски Либо от удара Там тем же кулаком По приборной доске Либо в попытках Это все неаккуратно снимать Поломали Поломали Вот пытались крутить саморезами Ничего хорошего из этого не вышло Поэтому вот так вот лепили И поэтому вот так вот она все висит Я подозреваю, что, в общем-то Исходя из этого всего Где-то что-то отвалилось И приборная доска потухла Это кнопка сброса ошибки сигнализации Либо для того, чтобы прошить новые Скажите мне Брелки привязать Когда брелок вышел из строя Либо когда вы заменили батарейку На брелоке сигнализации В тот момент, когда сигнализация стояла на охране Скорее всего сигналка с обратной связью Не узнает ваш брелок с нуля Поэтому всегда батарейки на брелоках Желательно менять в тот момент, когда электроника снята с охраны Если вы этого не сделали То, возможно, вам придется привязку делать Для того, чтобы делать привязку Нужно узнать тип сигналки Модель И мануал по поводу того Сколько раз чего надо сделать К примеру, на некоторых сигнализациях Нужно 10 раз включить или выключить замок зажигания Чтобы она вышла в режим программирования И так далее, и тому подобное по списку Стандартная классическая схема Если не знаешь, как разбирать Выкручивай все, что видишь И обязательно достучишься до истины Так, что у нас здесь? Давай попробуем открыть, посмотреть Очень популярное кино у Yamaha Аккумулятор, стоящий под правой ногой Для тех, кто не в курсе Возможно, это будет той еще задачкой Потому что мы привыкли, что он обычно стоит у нас Либо в бардачке Либо в передней части пластика в голове Но ни там, ни там вы его не найдете Итак, попробуем понять А почему же не работает приборка По рассказу предыдущего владельца Возможно, стрельнули предохранители Чтобы это проверить Нам нужно вот этот блочок достать Открыть Оооо Тут, по-моему, жили тараканы Дело не в предохранителях Значит, дело либо в замке зажигания Либо в самой приборной доске Будем, значит, пытаться искать здесь Давно такого не было Чтобы начальник работал вместе с Доби Как в старые добрые времена Ручками-ручками крутим И рассказываем Зрителю Как снимаются те или иные части Ну, в частности, у нас здесь один крепеж поломан В идеальном идеале Где-то тут у нас стоял Вот здесь вот Под поликом Есть еще одна точка крепления Но она поломана в дрободан Равно как и это Скоро тоже отвалится Она на грани Как видите, тут уже предварительно До нас все попаяно Раз, два, три, четыре точки крепления Последняя точка крепления находится внизу То есть нужна коротенькая отвертка Чтоб вот так вот подлезть Я долго не мог понять А что же это за хомуты? И только теперь до меня дошло Смотрите У нас здесь есть вот такие вот саморезики Вон они Видно? Вот Вот И, в общем-то, за эти саморезики Через траверсу переднюю Вот таким вот хомутом Была закоплена фара Сейчас у нас хомутик не держит И вот, смотрите Вот такая ситуация происходит Ну что, господа Пока у нас нету мануала Он будет чуть-чуть позже Мы отложили вопрос С приборной доской Там все не ясно А пока мы посмотрим Как себя чувствует вариатор Потому что там все очень непонятно С рассказов Это как-то все не очень складно Наша задача сейчас Понять для себя Что же там не так Поэтому сейчас мы его разберем Осмотрим Понюхаем Пощупаем Возможно, даже обратно придется Снимать его с подъемника На стенд ставить И снова гонять Классика, в общем-то, этот мотор Маджести Это двигатель, который Стоял еще там На версиях 2000 года То есть по крышкам Все абсолютно идентично Ну с какими-то там Нововведениями Своими там заумными Там всякие дожиги И т.д. и т.п. Но по-прежнему это Олдскул На корбе То есть это даже не инжектор Без каких-либо Вопендрижей Никаких мозгов Толком Ничего Вы знаете У меня вот такие вещи Откровенно удивляют Когда вот В мопеде Достаточно свежих годов Стоит обычная поролонка То есть ничего абсолютно Просыпался у тебя поролон Идешь в магазин Покупаешь кусок поролона Нового вырезаешь Вставишь Пропитываешь Маслом или пропиткой Едешь дальше Красота А где-нибудь На том же макароннике На X9 Надо покупать Новый фильтрующий элемент Платить за это деньги Бла-бла-бла О, видите А вот здесь уже стоит Полноценный Фильтрующий элемент Бумажный Для вариатора Не лишь бы что То есть не просто там Какая-то Губочка тонюсенькая Как это часто стоит Допустим на Априле Леонардо 250 Априле Леонардо 125 Там кстати Очень все Достаточно Примитивно И когда снимаешь Крышку вариатора Там пылище То есть что стоял Этот фильтр Что не стоял И Остановимся еще На одном моменте Как правило Во всех Фильтрбоксах Приходит Шланг сапуна Обратите внимание Несмотря на то Что есть подозрение Что двигатель дымит Ест масло И т.д. и т.п. Здесь Грязи как правило нету Ну как бы масло то есть Но его не настолько много И вот там Вот у нас есть отверстие Сейчас я посмотрю По-моему Это Шланг приходит Вот пожалуйста Шланг сапуна пришел Вот он То есть вот это Шланг сапуна Видно? И В фильтре чисто Если бы В фильтре То есть Даже не так Тут Последовательность Следующая То есть Если бы Двигатель дымил То в фильтре Была бы Куча масла Это раз Во-вторых Вот здесь вот Низ фильтра Фильтрующего элемента Был бы весь мокрый Прям весь в масле Стекало бы с него Обратите внимание Вот я нажимаю на него Ну как бы Чуть-чуть то есть Но это норма Ничего не капает И здесь Смотрите Здесь тоже все чисто Если у вас То же самое То всяческие Рассказы По поводу того Что у вас Двигатель дымит Устал Есть масло Кольца пора менять Возможно Неправда Пальца нет Как это нет? А что это? Вот палец Это упор А это нормально Это конструктивные Особенности Маджестовского вариатора Вот такая вот ступенька Но это фактически Как на торке сзади На малолитражках Так называемых Здесь то же самое сделано То есть у меня упор вот И вот такой вот буртик Все это сделано для того Чтобы максимально увеличить Рычаг площади опоры Чтобы было куда поставить Сальник И солидол С вариатора Солидол с вариатора Да Его просто не пожалели Давайте посмотрим Что у нас здесь интересного О! Одного крепежного винта нету Обломан Очень забавен тот факт Я вам скажу Что здесь стоит Манжет По периметру Все нормально И при этом Целый вагон с маски На улице Почему-то вопрос почему очень странно то есть вот у нас манжет вот он видите все обжато было в некоторых местах вот я чувствую что есть провале проваленка вот здесь вот возможно где-то через какую-то щель постепенно и выкидывал ну не мудрено потому что обороты здесь приличный как бы ролики да тяжеловато немножко и владелец бывший говорил что покупал комплект роликов которые шли в коробке по 6 штук это значит что вес этих роликов был с учетом количества в 6 штук то есть их ставилось шесть штук вариатор поэтому они действительно тяжелые мы сейчас их взвесим поглядим чё там да как примеру для бургмана 400 это даже мало я вам честно признаюсь то есть 14 граммов это уже будет перекручивать но дело в том что мы имеем дело с 250 кай поэтому возможно для него это нормальный вес попробуем уменьшить весь вес сейчас где-то снимем наверное грамма по 2 учитывая то насколько плохо он трогается с места просто никак трогается попробуем снять грамма 2 то есть оставим где-то 12 ровно и поставим посмотрим что будет будем надеяться что ничего страшного не случится господа у нас есть предположение предположение сделан не лишь бы кто сам александр хлопчик что здесь возможно прозревали фазы газораспределения учитывая красоту прокладки под головкой вполне даже может быть что грм здесь в проем как правильно как слово термин забыл в прое в прое в прое как же правильно вот у нас здесь есть окошечко и как раз таки при помощи этого окна ставится фазы грм саша сейчас снял с той стороны крышку на головке то есть у нас сейчас обнажилась шестерня распредвала здесь нам нужно словить метку т вот он сейчас будет крутить а мы будем смотреть как раз ты нам посветишь на зумчике с а тихо 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 стоп 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 чуть чуть назад что-то там заметки даст оп оп вот она буквально градус вперед постукивай оп 100 все замри вот так вот это сейчас фаза вон солдат есть да но жизнь на звезде вон вот она видишь он метка не вижу вот как как будто зубилом ударе на шестерне вот там в окне у шестерни есть метка вот она да и она внизу и она как раз должна быть сопоставлена с вот этим вот приливом то есть ну в принципе с фазами у нас здесь все в порядке значит ну по крайней мере одной проблемой меньше мы сейчас будем использовать новый подаренный нашим подписчикам на на молоток вот такой красавец сколько тут грамм 600 грамм килограмм валяй привет вы знаете бывают такие случаи когда даже пневмоинструмент бессилен там где сильно обычная ударная отвертка банально у хорошо сидит а ты представляешь о пошел убийца и не жить вот это закрутили какая тут нагрузка это косынка которая держит я это безумно а тут же нагрузка правильно тут не нагрузка а нагрузка у нас слюняют редуктор то есть мы лезли сюда за одним а нашли совершенно другое что в принципе тоже нельзя не делать ваш выход коллега ломайте вот так вот знаете как как в старом добром анекдоте пойдешь в гараж машине торпеду протереть и понеслось капитал очка господа смотрите какая чудная смазка в редукторе она у нас как тушь и можно глаза красить тончайший слой и ваши ресницы приобретут немыслимую выразительность и судя по консистенции и и там или не меняли никогда или если меняли то неизвестно на что и в общем но вот это все плохо очень ну что александр снимайте крышку извольте танюшкой как пахнет вкусно вкус как бы не там каким-то паленым слушай тут есть и банит нету смотрите какая печальная здесь картина я вам просто сейчас дам послушать я я не знаю что с этим редуктором делали но это еще ничего мы решили достать вал первичный с редуктора для того чтобы заменить сальник ну в общем то он слюняет вот это совершенно точно умерший подшипник и смотрите еще что самое очень интересное я не знаю что с ним делали и что происходило вообще в редукторе такое ощущение как будто он какое-то время работал без масла видите вот эту вот синюю каемку вот она это перегрев подшипника что с ним делали понятия не имею но это с ним делали явно без масла поэтому сейчас нам ничего не остается как все подшипники доставать ну те которые плавали у нас здесь в ванной потому что наружный подшипник смазывается своей смазкой там все четко вот этот вот этот и передний то есть задний подшипник первичной шестерни то есть три подшипника нам надо менять в идеале нам бы конечно еще заказать игольчатые потому что наверняка игольчатые тоже себе плохо чувствуют и вот здесь вот выработка сумасшедшая вот можно увидеть борозду эта выработка образовалась ну после трения шайбы регулировочные аптела короче все очень плохо не знаю вообще что надо было делать с этим редуктором вот у нас промежуточная шестерня я вот вам скажу что ну если погладить зубья вот здесь они гладкие а вот здесь когда я их трогаю я прям чувствую как они меня царапают руку то есть у нас шестерня завальцевалась видно даже да то есть вот здесь вот есть зазубрины получается что это все работало здесь на сухую какое-то время я не знаю как этот редуктор выжил вот слушайте звук это у нас так чудненько работает игольчатый подшипник а исходя из всех событий которые произошли за кадром а мы все-таки решили этот двигатель полностью разбирать и ревизировать кстати исходя из сказанного вам очень рекомендую подписаться на около 500 потому второй канал как раз таки там все неформатные новости вот подобного плана почему мы все-таки приступим сейчас к разборке двигателя все там ну глядя на то в каком состоянии прибывает как минимум редуктор и все что вообще вокруг мотора происходит мы решили его полностью разбирать и полностью посмотреть что там как и как себя чувствует впрочем как любой процедуре подобного рода я вам рекомендую перед снятием двигателя снимать все навесное потому что она вам будет потенциально мешать начнем с глушителя у нас здесь гайки на 12 всегда ржавый поэтому перед тем как начать что-то разбирать я вам настоятельно рекомендую пробрызгать какими-нибудь средствами разблокировки закипевшего крепежа и после где-то минуты через три уже совершенно спокойненько все это откручивать потому что на сухую это и для крепежа стресс и для мастера тоже в принципе тоже стресс ух хорошо хорошо сидит мне нравится все это потому что у нас шток удлинителя слишком тонкий и он крадет крутящий момент кстати говоря все ограничители крутящие момента для пневмоинструмента очень часто построены как раз таки на методе утоншения вращающего вала который гасит лишний момент есть еще гидравлические но те сильно дорогие теперь смотрите тот же самый пневмо гайковерт ликота 040 48 просто другая головка как бы информация для размышления вам но надеюсь мы хотя бы в картер не полезем поэтому наша задача сейчас снять тормозную систему уже нестандартный крепеж уже разболтанные посадочные на суппорте но это я вам скажу нормальное явление абсолютно мопед не молодой даже на моем 400 бургмане та же самая ситуация происходит поэтому если у вас еще данная неприятность не началась постепенно я у настоятельно рекомендую разобрать свою тормозную систему проревизировать ее и все направляющие которые здесь промазать консистентной смазкой это очень сильно продлит жизнь и ресурс вашей тормозной системе тоже распространенная проблема это попытки достать суппорт с тормозного диска объясню почему диск вот здесь имеет свойство срабатываться я вам сейчас даже покажу наглядно благо что у меня теперь есть уже измерительный инструмент спасибо подписчикам огромное за это смотрите что здесь происходит с диском то есть мы берем обычный микрометр и сводим его на самом тонком месте вот в этом месте у нас диск толщиною 3,25 миллиметра и смотрите какой он толщиной у нас по краю то есть мы сейчас протрем его 30 внутри 2 миллиметра смотрите какой бортик здесь это исходная ширина диска почти 5 миллиметров то есть диск износился почти на 2 миллиметра и вот этот вот бортик вам не дает снять ваш суппорт потому что колодки просто за него задевают это кстати говоря уже очень уставший диск его по моему уже даже протачивать некуда теоретически можно это сделать но лучше ему от этого уже не станет в любом случае чем тоньше диск тем меньше его жесткость и тем меньше стойкость перегрузкам при торможении поэтому если у вас он износился если степень износа превышает номинальную очень желательно его поменять и особенно вдвойне желательно поменять передний тормозной диск если он изношен задний еще пес с ним на него такая нагрузка не приходится потому что при торможении как вы знаете центр тяжести смещается вперед и задняя часть мопеда разгружает я вам скажу что 20 процентов износа это ни в какие ворота в любом случае так теперь при всем моем нежелание нелюбви лишнего болтокрутства придется разбирать вот это вот все потому что там у нас карбюратор навесное теоретически можно сначала снять мотор вывесить а потом все это отстегивает но это не особенно удобно я вам честно признаюсь я этот мотор еще никогда не разбирал но не этот мотор а это эту модель мопеда с этим моторами знаком но давайте отсоединим для начала хотя бы клемму аккумулятора потому что мне не дает покоя то что у меня постоянно свет бардачки горит ну что смотрите вот . ух как головка улетела красиво превосходная находка им скажу для таких вот как раз мест труднодоступных памятник тому поставить кто его придумал о как цикаго да по любому бы мне тут нормально не разобрались потому что вот у нас здесь есть еще провода подсветки и от нее еще прикурены замечательно вообще сделано прикурены провода светодиодной ленты которые прицеплены к проводке отлично отлично по той причине что то все это надо отстригать а потом снова возиться подсоединять обожаю так здесь какие то есть у нас тут заглушки вот пластиковые я так чувствую что бокорезиками их будет достать удобнее всего вот такая вот заглушка пластиковая бокорезами деликатнее всего и выковыривать потому что ну вроде как они меньше всего повреждаются и вот еще ухты чуть не улетела давайте посмеемся потянет ли этот мини гайковерт потянет за счет того что здесь стоит супер быстрый молоток он крепешь не силой а измором берет тазик какой пельмени варить и так вот чтобы до мотора выгодно добраться придется повозиться но наверняка опытных есть своя методика отработанная наверняка множество из этого всего что я сейчас снимаю она не снимается вовсе некоторые к примеру на том же джоги там или на горизонталке на хонде и мотор не снимает целиком для того чтобы заменить цилиндропоршневую группу например у меня так неудобно мне быстрее разобрать ну я маха в своем репертуаре чтобы удобненько что-либо снять разобрать надо его весь раскурочить но это по крайней мере пользу зрителю потому что наверняка кому-то надо по другой причине разбирать к примеру технику а он понятия не имеет как это делается так что это мы делаем сейчас за вас смотрите тут короче не сильно люди парились то есть просто два провода плюс-минус и они под клеммы питания повесили ну что господа в общем с некоторым трахом но мы все-таки сняли эту голематью по на пальцах я вам опишу так что вот здесь стоит специальный воротник который откручивается двумя болтами и вот точка крепления лифта лифт к и стоит горизонтально и у как раз таки он толкает наше сидение вверх то есть этот лифт отстегиваете и вместе с этим всем делом поднимаете вверх вперед и убираете и я вам честно скажу что вот это вот самый скажем так удобный способ действительно удобный потому что ну можно все таки я смотрю тут опускать мотор вниз и уже будучи его опущенным снимать с него карбюратор и все навесное но это для очень опытных и для людей с крепкими нервами нам надо в общем-то по классике жанра открутить все что нам мешает она мешает здесь ни много ни мало целая куча проводов шлангов и прочего навесного ну что начнем со стартера к примеру давайте надо пробрызгаем немножко что-то он себя тут не очень хорошо чувствует никаких разъемов здесь нету все на болтах на гайках потому что нагрузка приходится не хилая как видите все абсолютно идентично как на китайцы китайцы у нас красавцы все сперли подчистую теперь у нас вот генератор разъем у нас находится вот здесь и разъем кстати говоря как на honda dio 34 и одно только но что это у нас выходит три фазы с генератора для зарядки а вот управляющие провода такие как к примеру индуктивный датчик и всякие там датчики положения они находятся у нас здесь рядышком сейчас я покажу вот он разъем такой скромный двухпиновый вот но он рядом то есть вы увидите что две копны проводов выходят из двигателя вот один даже кто-то тут попытался зафиксировать то есть вот они все сейчас я вытащу модуль и покажу его вам вот такой совершенно скромный не принять неприглядный модуль управления двигателем представьте себе и второй провод это как раз таки наша зарядка святая святых то что когда наворачивается она потом очень бодренько так с энтузиазмом трахает мозг потому что генератор бывает тоже выгорает случае короткого замыкания в реле зарядки у нас остался висеть карбюратор карбюратор мне кажется проще всего снять целиком у него вот здесь еще есть подогрев то есть вот шланг идет от система охлаждения в карбюраторах то есть карбюраторах вот система охлаждения вот здесь у нас стоит термостат и карбюратор у нас здесь предохраняется таким образом от обмерзания для всех опытных не секрет что когда карбюратор работает он очень сильно остывает потому что там как раз таки распыляется топливо внутри него которое отбирает огромную часть температуры если прикоснуться к карбюратору даже летом можно почувствовать насколько он холодный так один штуцер хомут сейчас второй штуцер освободим опачки то есть как видите непосредственно в карб ничего не заходит то есть у нас здесь вот такой штуцер хитрый и он просто передает температуру в тело карбюратора на других моделях вместо всей этой системы если допустим двигатель воздушник используется нагревательный элемент который крадет кстати говоря драгоценную мощность двигателя потому что генератор как раз таки нагревает нагревательный элемент и этом этим в общем-то тормозится в не очень удобном месте все это дело стоит поэтому не мудрено что так не хорошо откручивается вот это у нас вакуум управляющий вот он у нас пошел на дожих про который я уже очень много раз своих видео рассказывал что то такое это система которая позволяет влезть в нормы экологичности и многие меня учат жить рассказывают что это якобы егр и что газы идут обратно в по впускной тракте там дожигаются люди ничего не смыслят в механике но доказывают свою правоту тут все наоборот тут воздух подается в глушитель для того чтобы при помощи катализатора в глушителе сжечь более эффективно не сгоревшие топлива и в общем то тут кстати даже можно понюхать и убедиться что здесь абсолютная чистота вот кстати говоря непосредственно сам шланг то есть вот он вот наш дожих и шланг пошел вот в такой вот отстойник как видите отстойник вот мне видно что он прозрачный и дальше он пошел в раму он из рамы берет воздух в данном случае вот именно из рамы то есть как видите из дожига не идет ничто никуда ни в какой карбюратор в сотый раз повторяю всем диванным экспертом он наоборот отсюда берет воздух и через систему управления вакуумной заслонкой подает его вон туда если сюда вот подлезть то можно увидеть что вот у нас шланг переходит в металлическую трубку которая свою очередь идет в выпускной тракт и вот сюда подается воздух который дожигает уже при помощи катализатора не сгоревшие топлива вот такая система а это вот этот вот шланг который идет от впускного тракта вот сюда на дожих это не что иное как вакуумная заслонка не более того после того как убедились что у вас точно железобетон на все сто процентов все снято можно откручивать на ваше усмотрение либо амортизаторы либо переднюю ось двигателя ну саша уже открутил у нас ось поэтому нам осталось открутить всего лишь амортизаторы теоретический двигатель можно сбрасывать и начинать его ломать господа я считаю просто своим долгом показать вам какое здесь было масло ну то есть я не думаю что здесь уместно говорить про всякие тесты на чистоту на кальке и на прочим 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 то есть но это просто чернила и вот это еще один железный аргумент в пользу того что нужно просто необходимо лезть мотор и смотреть как он себя там чувствует мы уже заглянули во впускной тракт и то что там происходит меня не радует вы уже видели тех кто давно у меня на канале мануал по этому двигателю это 250 м н а нет стоп 168 м н это у нас был китайский аналог японского мотора собственно японский мотор очень и очень мало чем отличается от китайского аналога поскольку китайцы молодцы зачем думать если можно просто украсть хорошую идею идея действительно хороша те же самые шестерни те же самые цепи те же самые механизмы то есть вот вплоть даже до таких мелочей как стопор в распредвалу который держит шестеренку все абсолютно одинаково ничего нового никто здесь то есть там вернее не придумывал давайте посмотрим на головку головка себя чувствует очень и очень плохо ну да 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 любуйтесь плачьте кровавыми слезами господа якобы живой мопед ну который преподносился как живой у нас здесь себя чувствует далеко не очень хорошо в общем эту головку надо будет ревизировать возможно даже прирезать седла рассухаривать сейчас снимем горшок поглядим что там поплачем еще над этим каждый раз я одно и то же делаю ошибку тут очень весело и кстати говоря даже на китайском моторе точно также сделано организована система подачи охлаждающей жидкости в цилиндр то есть вот такая вот пластиковая штука стоит и она идет просто на манжете в помпу так чтобы ее открутить нам нужен шестигранник на 5 раз-два-твертка и аккуратненько все это дело поддеть потому что там часто прокладочка и либо резиночка в нашем случае резиночка можно и на прокладку собрать вот теперь можно цилиндр снимать замки сошлись на компрессионных кольцах поэтому уже не удивительно что со слов предыдущего владельца все это дело дымило либо собрано так либо они сошлись от детонации бытует такая теория с которой я как бы не должен не особенно спешу соглашаться давайте поглядим на зазоры ой какие хорошие зазоры просто прелесть сейчас мы не будем пока строить никаких теорий просто сухо цифрами все это дело померяем и давайте сразу начнем с 0 45 ух ух я тут на велосипеде проеду 0 45 маловато товарищи давайте возьмем 0 40 и 0 45 опачки и опять я здесь проеду на велосипеде смотрите вот кольцо и вот щуп 0 40 и 0 45 одновременно я еще могу так сделать здесь между то есть у нас зазоры по миллиметру короче не мудрено не зря мы это дело разбирали это меня очень радует я очень не люблю делать работу впустую короче все это дело либо под расточку либо под замену с этим мы еще будем определяться поскольку в наших условиях пока еще пока еще мы не сильно много токари и сами точить не умеем но к этому все придет рано или поздно но хоть коленвал живой сейчас у нас начнутся очень веселые поиски всего что нам необходимо необходимо нам прокладки подголовку под цилиндр ремонт поршневой значит поршень кольца палец стопорные все подшипники в редуктор прокладка редуктора фильтрующий элемент вариатора если повезет его найти голову надо разбирать еще сейчас мы это будем делать как это делается вы можете вообще в отдельном видео посмотреть так что мы я думаю опустим это этот процесс разборки и всего лишь если что-то там интересное будет то мы вам продемонстрируем я вам честно признаюсь за всю свою практику такого я еще не видел вот вам седла ну это вам ни о чем наверняка не скажет так сразу просто вот обратите внимание на впуск впуск у нас больше в диаметре выпуск весь в забоенных то есть попадал мусор который здесь скопился уже давно и сейчас я вам продемонстрирую состояние впускного клапана таких дров я еще никогда в жизни своей не видел сейчас многие скажут конечно же что я значит вообще ничего своей жизни еще не видел вот это у нас клапан и вот это вот все это примыкающая плоскость к седлу диагноз дрова об кромку можно порезаться клапан на выброс то есть нам надо новые клапана и если нам повезет хоть куда-то там прирезать эту голову то это считать что нам повезло